Так, это моё второе видео, вечернее, да, мы с вами там в предыдущем вспоминали, как мы ездили на отдых с родителями, вот, как я ездила на отдых с родителями, вот. Мне очень нравилось, как в моей школе, нравилось в кавычках, как в моей школе проходит репетиторство по математике, это всегда был очень интересный процесс, у нас учительница, которая вела у нас математику, она репетировала некоторых ребят, и она, короче, с ними решала задачи, которые будут на контроль, они потом их классно писали, вот, и меня всегда писала, и я об этом знала, так сказать, слив информации случился, вот, плюс мы нашли тетрадку с репетиторских уроков одной из учениц, вот, и там были все эти задачи, вот. А ещё меня раздражало, когда классуха говорила, я что, на ушко нашептала некоторым ученикам, что они там что-то сделали, а я, например, и ещё там кто-то, я одна, не сделали. Ну, типа, так оно и есть, так оно и было, это действительно так, на ушко нашептала, да. Ну, это так и... а? Ну, это как бы так и было, действительно, и это меня ужасно раздражало, мне ужасно... Я рассказывала уже за снижение оценок, за одну и ту же ошибку, когда мне снижают 4 балла, а другой девчанке 1 балл, это пипец. Ну, вот. Я ужасно не поддерживаю ранние роды, меня это ужасно раздражает, почему? Потому что вот я смотрела, там, беременна в 16 и так далее много раз. По сути, это ещё не родители, они ещё хрен с ним, там, они, ну, не хрен с ним, но всё-таки, да, там, дело даже не в том, что они там без образования, без работы, ещё что-то. Они без стремления даже к этому очень многие, к сожалению. Вся история в том, что очень многие из этих подростков, к сожалению, даже не стремятся. Почему я так говорю? Потому что, ну, я вижу, что у них, вот они родили, да, там, родители из себя построили какое-то время, а потом пьянки, гулянки, вульки, там, друзья, там, ещё что-то. Алё, надо это всё закрывать, закрывать эту лавочку, вы теперь родители, сидите за своим родным ребёнком, а не по друзьям, шляйтесь по буханкам и так далее. Ну, не знаю, это так мерзко, честно. Люди, они не готовы, они вообще не готовы к тому, чтобы стать взрослыми людьми, я уж не говорю, чтобы стать родителями. Родителями категорически не поддерживала ранние роды. Вот. Я хочу сказать, что я ещё с самого-самого начала смотрела Дом 2, вспоминала недавно. Периодически смотрю Ретро Дом 2, там какие-то видосы отдельные, но мне интересно. Вот. Смотрела на YouTube-канале их до того, как их канал вдруг резко не появилась надпись, типа он не работает в вашей стране. Вот. Сейчас вроде как всё наладилось. Ну, догоняю потихоньку. Скажем так, я не видела видосы где-то за две недели. Вот. Поэтому догоняю, потихоньку посмотрим. Посмотрела шоу Офис, Голод, Большой Брат, Дом. Вот. И как бы посмотрела, я их смотрела, эти передачи в своё время. Но мне очень нравился Голод. На Голоде там был такой парень очень высокий, очень худой. По-моему, вызывали Ярослав. Если я не ошибаюсь, вот он мне очень нравился, как он и вот, как вот он, не то чтобы там, мне нравился его стиль. Мне нравилось, как он подаёт информацию, как он говорит и что он говорит. То есть он достаточно умный. Он очень круто делал запасы, то есть шоу был и голод. И он приехал, в отличие от других, там не с гре... Господи, не с сигаретами и всякой фигнёй, а он приехал, по-моему, с какой-то крупой, там, то ли с гречкой, то ли с чем. И он, как он её распределял... А сначала с него все ржали, а потом, как он распределял это всё между участниками, свои запасы и так далее. Это было реально очень интересно смотреть. Очень интересно было смотреть, как он проходил задание. Ну, понятно, что он был не один, он был с другими ребятами. Мне нравилось смотреть на его взаимоотношения с девчонками. У меня там были фаворитки среди девчонок, но я не помню, как их зовут, поэтому это ни о чём не скажет. Сказать, что они были тоже странные и загадочные, там все, в принципе, в те годы были такие, стиль был такой, вот. Мне было интересно услышать его мнение, когда шоу уже закончилось, о том, как вообще это всё происходило, да, скажем так, когда контракт закончился. Обычно у компании, у телекомпании контракт о неразглашении информации где-то год, после выхода шоу. Вот, и, значит, я смотрела эту передачу и с ним, вот с ним тоже, да, его мнение о передаче. Дальше что? В общем, нравилось очень наблюдать, как он задание выполняет с другими ребятами, добывает, как сказать, деньги на еду и так далее. Было реально очень интересно. Ещё мне очень нравился Большой Брат, и моими фаворитами там были Настя Ягалова и Вася Печень. Мне было интересно, я что-то хотела рассказать за Иркутск, но, честно говоря, я совершенно не помню. Вот. Я хотела сказать, что Настя Ягалова тогда же выиграла главный приз, там, то ли 8, то ли 10 миллионов рублей. Она купила тогда квартиру своей маме в Хабаровске. А лям, то ли сколько, она, короче, просрала, прогуляла в Москве, там, буквально за месяц. Но мне кажется, что лучше бы она купила ещё какую-то жилплощадь и для себя тоже. Не факт, что такой выигрыш у неё ещё когда-то... А, всё, я вспомнила. Не факт, что такой выигрыш ещё когда-то в этой жизни будет. Вот. Поэтому я бы на её месте купила две квартиры. Одну жилплощадь для мамы, одну жилплощадь для себя. Сейчас ты, девочка-подросток, живёшь с мамой, а завтра хочешь быть взрослой девочкой, хочешь жить одна. Вот. Поэтому недальновидно она поступила. Вот. Нагуляться ты всегда успеешь. Зачем жировать целый месяц, портить своё тело, своё здоровье и так далее, да? Каким образом всё равно гульки проявляются? Ну, в пьянках, гулянках, ночных клубах, в моральном образе жизни, в изнашивании своего тела и здоровья. Ну, разве нет? Каждый день пить, просыпаться опухше, обжираться и так далее. Ну, типа, реально на это стоит потратить миллион? Мне кажется, что оно того не стоит. Вот. И, в общем, я так понимаю, что они потом эту крутую квартиру продали в Хабаровске. И то ли купили в Иркутске какое-то дерьмо, то ли они снимают сейчас в Иркутске какое-то говно. Ну, и все пишут, ой, уже не та Настя, уже не такая симпатичная, а годы-то идут, а-та-та-та-та-та. Мне кажется, она до сих пор достаточно красивая женщина, очень красивая и так далее. Я не согласна с этой ребятки. Но я хочу сказать, что... Ну, это пиздец. Продать дорогую квартиру в Хабаровске и жить. Так. Этот Амир там кричит, он играет в Brawl Stars. Я только что крикнулась, спросила в него, что кричишь. В общем, как-то так. Няня, короче, с Васей Печенью. Короче, Вася Печень и Настя Галова мне очень нравились как пара. Для меня было очень странно, когда она пришла на Дом-2 и начала там строить отношения с Чуевым. А потом за ней пришел Вася Печень. Я правда верила в их чувства. Мне очень нравилось, как они там лежат на кроватке и поют вот эту песенку. Кота-пес, кота-пес. Мне очень нравился этот мультик. И мне очень нравится, как они поют эту песню. Они были такие милые. Мне было неприятно, когда говорили, что уровень Настя Галова это Вася Печень. Там из какого-то там... Из провинции, из какой-то, я не знаю откуда он там. Но понятно, что он товарищ провинциальный. Вот. И... Ну, это неприятно. Она красивая девушка. Почему ее уровень? Почему Васю этого обижать? Если он не виноват, где он родился. Мы не виноваты, где мы родились. И какими внешне мы родились. Мы не выбираем себе внешность ими. Где мы родились. И так далее. Это... ну... Мы не выбираем эти вещи. Но... Нельзя, в общем, так говорить. Это очень неприятно. Это очень неправильно. Меня раздражает, когда хазуется угрошима, который вот у родителей, да? Дети. Это не твои деньги. Это не ты заработал. Да, это твои родители заработали. Но не ты. Меня это очень раздражает. То же самое, когда чумырят за внешность. Когда чумырят за то, что там в бедной семье родился. Или там жил в деревне. У меня муж тоже из деревни. И я могу сказать, что... Да, он не имеет какой-то крутой бизнес в Москве. Там не миллионер. Опять же, кто его знает. Но если брать его жизненный путь, его условия, в которые он был, так сказать, запущен, вот, в которых он родился и так далее. У него не стало родителей. Его воспитывал брат. У него есть брат двойняшка и так далее. Его не сдали в детский дом, там, еще куда-то. У него брат отказался от поездки на работу в Германию, царство его небесное. Сережа отказался от этого, потому что он взял опекунство над братьями и так далее. Вот, поэтому... И видя то, какие возможности были у Володи, он сделал огромное количество шагов. Я не буду говорить каких. У него два высших образования, в конце концов. И он строит карьеру. Он много куда переезжал, много где работал, много где был. И так далее. И все это было постепенно, пошагово, пошагово. И это привело его туда, где он есть на данный момент. И что он имеет на данный момент. И я считаю, он огромный молодец. И я ему восхищаюсь. Вот. Мне кажется, обзывать кого-то из-за того, что он родился в деревне, потому что у него родители живут в деревне, или какой-то человеков внешность, еще что-то, имя, это ужасно. Вот. Я столкнулась с одним очень неприятным случаем на парковке, возле фикс прайса с Дамирчиком. Значит, припарковалась женщина одна, мест на парковке еще уйма была рядом. Припарковалась женщина одна, и, значит, у нее... О чем я говорила? Ага. Значит, там она поставила свою машину, мест рядом было уйма. У нас здесь в находке праворульная машина, а не леворульная. В общем, значит, вот справа руль, да. Она, значит, выходит из машины, высаживает одного ребенка и вытаскивает второго ребенка из этого самого, господи. Ну, из автокресла. Тут подъезжает какая-то машина, становится к заднице ее машины, да. И мужик... Вот туда влазит мужик и говорит, сколько будешь с этой дверью открыто стоять? Закрывай дверь, мне надо припарковаться. И он, значит, на матах, при детях прям рядом сидит, его баба за рулем. Ну, не за рулем, а рядом. Ну, рядом с водителем. У этого мужика. То есть жена, эта девушка, не знаю кто, но я не знаю, ей вообще приятно вот с таким быдлом встречаться, ли она сама такая же дочь, или жить. Я вообще в диком шоке. Мест, еще раз повторяюсь, уйма была парковочных. Но ему почему-то захотелось припарковаться именно возле этой женщины, и почему-то она ему так сильно помешала. Он вывалил на нее огромное количество матов, негатива. И она тоже была в диком шоке. Она просто вытаскивала своего ребенка из автокресла, чтобы потом, естественно, закрыть машину и пойти в магазин. И на нее резко такое количество негатива. За что я не люблю находку, за то, что я реально очень часто сталкиваюсь с вот таким неоправданным хамством. Люди реально считают, что они могут хамить друг другу, дерзить и говорить вот такое дерьмо, и что это норма. Для них, я не знаю, насколько это для них норма, но это реально уже как норма, потому что это очень часто происходит. И я с этим часто сталкиваюсь, к сожалению. И вижу часто у других людей нечто подобное. Смотрела я интервью Олега Майами. Молодец, большой, он похудел очень. Он бросил пить. Сравнивая его тем, какой он был на Доме-2, хотя и там он был интересным, он прошел огромный действительно рост Олег в Майами. Мне было интересно узнать, почему же он стал вести здоровый образ жизни и бросил пить. Он рассказывает, что для него это даже не больше, что это независимость, независимость, еще что-то. Он говорит, мне тяжело, потому что у меня, например, каждый день расписан. И если, например, сегодня я после концерта выпью бокал другой, там, допустим, вина, да, на следующий день я похмелюсь. И, короче, все. У меня уже весь день пересрат, и я уже не поеду там на запись, на интервью, в спортзал, еще куда-то. Говорит, я выпадаю полностью из этого дня, а иногда еще и из следующего. И говорит, я просто, ну, теряю свою жизнь за этим. Бокал-два вина и минус один-два дня из моей жизни. Говорит, я не могу себе этого позволить. Поэтому, говорит, чтобы быть всегда бодрым, активным и так далее, я, говорит, бросил пить, он рассказывал, что иди, что он кушает. И это реально очень... Мне очень понравилось интервью, я очень отдохнула, мне было очень интересно, правда. И ведь у него действительно хороший голос, он же действительно очень классно поет, но для меня было странно, почему он встречался со старушкой Айзой. Так же, реально, они не... Ну, как бы визуально они совершенно не подходят друг другу, и мне кажется, у них такая разница в возрасте, и как-то я смотрела на их тандемах пару... не знаю, что у них общего. Как-то они даже... Вот я их вижу вдвоем, как-то у меня не вяжется. Какие-то их разговоры, еще что-то как-то... Не хочу бросить на себя слишком много, но мне кажется, их тандем какой-то неестественный. Посмотрела на Рассел Лох на канале у Рассела, я посмотрела недавно. Так вот. Так вот, мне было очень интересно услышать, как Аня Лорак наконец-то снова поет на украинском языке. Она вернулась в Киев и записала песню. Не помню уже ее название этой песни. Вот там что-то, а может, ты типа там что-то поцелуешь, там, как в первый раз, что-то я не помню. А может, и мне хотя бы раз там что-то поцелуешь, что-то как в остальное. Я не помню, короче, серьезно. То ли верила, то ли бачила. Короче, что-то я не помню название этой песни, но мне, короче, понравился клип и песня. Она такая легенькая песня. Обычно она там пытается показать все свои эти самые у голоса. Вот. Но песня-то достаточно такая вот легенькая. Мне понравилось. Клип тоже был очень интересный. Мне кажется, достаточно богатый в исполнении. Ну да ладно. Мне, в общем-то, понравилось. И, честно говоря, я думала, может, она хочет вернуться в Украину снова. Ну, видимо, нет. Видимо, нет. И явно как бы ее люди не простят. Она не станет снова Дивой. А то так много было новостей, что Дина Кароль обосралась. Приедет Ани Лорак. Ведь Ани Лорак настоящая Дива. Потому что уже все давным-давно считают Дину Кароль Дивой украинского шоу-бизнеса. И все давно забыли про Ани Лорак. И... Как мне кажется. И... Ну, так много новостей было на этой почве, что вот все, вернется Ани Лорак. И Тина Кароль снова отойдет на вторые роли. Нет. Тина действительно сделала огромное количество для украинского шоу-бизнеса. Она действительно показала, кто есть кто. У нее замечательнейший голос. И она развивается. Она поет. Она патриотична. Я думаю, что вряд ли кому-то сейчас нужна Ани Лорак. У меня у самой на нее была огромная обида, когда она уехала в Москву. И еще когда война только начиналась, еще в 2014-м она развернулась и уехала. И мне так нравились ее украинские песни. Вот. Вот эта песня, да, там, Расскажи мне, чему на сердце жаль, Каска на твоя, Или на про нас, на жаль, на жаль, на жаль, Ильичи роли в нас, Забуды Левсей, Лице, Мулюл, Да скажи, чему я так тобой люблю. Или, например, была у нее еще песня, Я люблю ТБ, так люблю ТБ, Ну, что-то на выпадково, Там, трезвучных слов, Та-та-та-та-та, да. Дальше что? Солнце была песня, Дальше что? Что еще у него было на украинском? У него дофигища песен было. Мри, мри, промана, мри, И так далее. Ну, это мне не очень оно нравилось, Но все равно. Какая-то есть еще песня, Там, где, короче, Ну, типа, она его любит, А он, типа, Типа, нафига это все нужно, Типа, якщо для ТБ я не останнюю? А я не можу жити без ТБ, Ты для мене солнце и небо, Навище все слова про кохання, Якщо для ТБ я не останнюю? И так далее, да. В общем, вот такая была песня, Безумно мне она нравилась, Я ее там напевала лет 15 тому назад, Короче, мне безумно нравилась, Мне она реально очень нравилась, И для меня это была какая-то своего рода обида, Когда она уехала в Россию, И она вообще забросила украинский язык, Украинские песни, Мне это как-то было так странно, неприятно, И вообще она как бы строила из себя Такую вот, ну, очень патриотичную барышню, Ведь ее первое выступление в 14 лет, Которое я прославила, Было в украинском народном костюме, И песня была про Украину, Или про Украиночку, Ну, какая-то, Или народная украинская песня, И, ну, такая вся про патриотизм, И, ну, правда, Как-то, ну, такое, вот, Поэтому для меня, конечно, Все это очень странно, Когда Светлана Лободак, Тоже вроде наша украинская певица, Снималась в этих мюзиклах украинских, Наших новогодних, И тут, короче, раз и все, Непонятно что, вот, Разговаривали с одним моим знакомым О жизни в деревне, И это такое тоже 50 на 50 вопрос, Потому что, чтобы жить в деревне, Ее нужно очень сильно любить, Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, Что да, можно сколько угодно говорить, Что люди в деревне проще, Они там добрые, хорошие, Там и все такое. Я хочу сказать, Что я реально с очень малым количеством людей Сталкивалась, Которым реально нравится жить в деревне, Которые это дело любят, И которые достаточно доброзычлые. В основном я сталкивалась с людьми, Которые в деревне жить не любят, Которые не хотят этого, Которые всеми силами пытаются выбиться в город, Если у них не получается ничего, Они становятся очень злыми. И когда вот ты приезжаешь в деревню, Такой весь городской человек, Да, вот, Они начинают на тебя, Ну вот они всю мерзость на тебя просто сливают, Разговаривают с тобой не очень хорошо, Вот, И говорят тебе не очень хорошие вещи, Вот, и так далее, Смотрят на тебя с таким высокомерием, Вот, И так далее. Я уже рассказывала Свой приезд в деревню, Свои впечатления, И как там ко мне отнеслись, И как это было неприятно. Вот, Поэтому, Чтобы жить в деревне, И чтобы быть реально доброзычлым, Нужно реально ее любить. А жить там не любя деревню, И быть вечно унылым говном, Это такая себе история. Вот, Когда Владимир в первый раз уезжал в командировку, Мы увидели мертва рыжего кота. Переживали и плакали из-за этого, Потому что это был один из наших любимых котов. Мы его знали, Так сказать, В лицо. Вот, В принципе, Всех, Как бы, Животных узнаешь, Кто на самовыгуле, Вот, В лицо, У кого есть, Как бы, Ты знаешь, Что это животного есть, Хозяин, Но на самовыгуле. Это было реально очень грустно, И вообще, Картина жесткая. Почему же я категорически против самовыгула, Стараюсь, Чтобы кот никогда никуда не убежал. Одеваю обязательно ошейник. Вот, Чтобы его найти быстренько, Или чтобы Расклеить объявление, Чтобы люди откликнулись, Понимали, Какая парадока, Так как он выглядит, Как он у него ошейник. Чтобы понимали, Что на животном ошейник, Что он домашний, И так далее, Потому что у нас тут, Вообще, В принципе, Животных на самовыгуле часто травят, И убивают, К сожалению. И сами животные убивают, И люди убивают, И травят их им. Недавно только на поселках, Один мужик, Начал отстреливать животных. У нас в городе. Это ужас. Бегали сказать, Пока Владимиру два раза. Это было очень интересно, И прикольно. Потому что мы один раз бегали, Сказали ему, Пока. И, Потом нам нужно было убежать по делам. Нас отвезли по делам быстренько. И потом я смотрю, Что он вроде как еще не должен был уехать. Мы вернулись на автовокзал, Снова сказать ему, Пока я снова помахать ручкой. Это было очень мило. Володя прислал нам очень много фото и видео из командировок. В принципе, Он так часто делает, Из разных городов. Мы всегда смотрим фильмы перед отъездом, Какие-то кушаем KFC. Идем в кино по приезду. Вот. Обмениваемся какими-то подарочками. Володя из поездок обменивается подарками. Мы что ему купили? К его приезду, Чтобы ему было приятно. Вот. И так мы делаем каждый раз, Я хочу сказать. Вот. К сожалению, На меня сваливается огромное количество дел, Которые делал Володя. И приходится делать теперь мне. Вот. Вот так вот. И меня это не... Я справляюсь с этими делами, Но меня это не совсем радует. Меня это совсем не радует, Скажем так. Вот. Ну и безумно скучает. Кот. Он всегда за два дня до отъезда Володя сидит на его сумке дорожной. И во время его отъезда Я уже говорила, Что он безумно тоскует. Он плачет. Он ждет, пока Володя позвонит. Он общается с ним по телефону. Кот у нас общительный. Он громко мяукает. Он разговаривает. Вот. Он страдает. Он плохо там ходит первые дни в туалет. Плохо ест. Поникший сидит на тапках Володя. Он реально очень скучает по Володе. Кот. Вот. Вот. Мне часто попадаются вредные таксистки. И меня это очень раздражает. Такое количество вредных таксисток. Мне, наверное, попадалось их даже больше вредных таксисток, чем хамовитых мужиков таксистов. К сожалению. Первым делом, когда я вызываю такси, я понимаю, что за мной приезжает, приедет женщина. Чаще всего, что происходит? Ну, во-первых, они приезжают не туда, куда надо. То есть, я говорю, почему вы не приехали к подъезду? То есть, мне нужно обойти. Хрен знает, куда дойти. А уже идет как бы платное ожидание. Пока мы сообразили, где она находится, эта таксистка. У меня было две. За последнее время просто безумно вредные. Это просто красиво. Я слишком понизила планку, скажем так, назвав их так. Потому что, на самом деле, это хамло редкостное ко мне приехало. Что одна, что вторая. Ну, да ладно. Меня раздражало в них, значит, вот что. Первое. Приехали не туда, куда нужно. Долго мы выясняли вопрос, куда же нужно было приехать. Нужно, блядь, к подъезду было приехать. А тут, куда приехала, уже пошло платное ожидание. Второй момент. Незнание города. Третий момент. Незнание правил дорожного движения. Про двойную, сплошную и так далее. Вот. Четвертый момент. Мало того, что не захотела к подъезду приехать, так еще не хотела подъезжать к кивси, потому что это сложно. Пятый момент. Я попросила высадить нас раньше, потому что там была пробка. Она не знала, как подъехать к подъезду. Провтыкала, куда нужно было ехать, поворачивать. Я говорю, все, высадите нас, пожалуйста. Все, хватит. Хватит. Я не вынесу больше. Вот. Не хотят везти меня с ребенком, хотя я не знаю. Я прочитала, что по правилам дорожного движения ребенок должен ехать просто пристегнутый или с вот этим треугольничком до 7 лет. До миру 8. Или если он едет на... Или типа там в автокресле до этого возраста, до 7 лет. Или в автокресле, если он едет рядом с водителем, тогда нужно ехать в автокресле до 12 лет. Следующий момент. До миру 8. Они не хотят его брать с собой. Постоянно орут. Раньше такого не было. Сейчас просто зашквар. Они начинают. Почему ты не указала в приложении, что ты едешь с ребенком? Я говорю, в приложении написано ребенок до 7 лет. До миру 8. Ему 9 скоро. А есть ли какие-то подтверждения? Я говорю, есть загранпаспорт, в котором есть фотографии ребенка и его возраст, а также дневник второклассников. Пойдет? Обычно на этом моменте их все устраивает, но это очень неприятно. Особенно мне неприятно, когда изначально... Да, потом мы едем нормально, разговариваем спокойно, все классно и хорошо, но изначально разговор идет очень по-хамски. Очень-очень они грубо разговаривают. Я их обычно ставлю на место, показывая, что со мной так разговаривать не нужно. И потом мы прекрасно общаемся и все хорошо. Просто почему-то меня расценивают как какую-то девочку удобную, как удобную девочку, которая будет слушать дерьмо и хамство. Но я не такая. Вот. Дамир, маленький ученый. 1 сентября мы ехали на такси по моим делам. По делам документальным. Мне нужно было забрать кое-какие документы. И это так совпало, что 1 сентября у них прошел классный час. Какая-то беседа после него. Там их поздравили, что они там вот такие молодцы. Мол, так и так. Вот. Первый раз во второй класс. Потом у них была фотосессия у детей в классе. А потом фотосессия на улице с родителями. Я к тому моменту подошла. Мы там пофоткались. И нам нужно было с Дамиром мы езжать. Хотя вызвала такси и мы поехали с ним по делам. Тут же. Вот. И, значит, Дамирчик очень много мне рассказывал в такси про греков. Это очень впечатлило таксистам. Вот. Потому что, во-первых, я историк. Вот. И меня это и само впечатлило. То, что ребенок настолько сильно интересуется историей, Древней Грецией, Древним Римом. А это была именно моя специализация. Вот. Комедиями и трагедиями. Учеными и так далее и тому подобное. Я уже много раз рассказывала, почему я перестала общаться с некоторыми своими подругами. Вот с одной из них я перестала общаться, потому что мы когда-то с ней договорились. Причем мы общались реально просто вот, ну капец. Мы три года с ней общались. Просто безумно и невероятно. Вот. Мы прям такими подругами обалденными были. Я должна была быть дружкой у нее на свадьбе. Но так случилось, что у меня была очень напряженная учеба две недели. И так произошло. Ну реально вот мы прям как сестры были. Мы там с ней чуть ли не в весна целовались. И там хлеб с солью делили. Прошли крым-рым и медные трубы. И мне так было неприятно, когда... Значит, у меня была учеба три недели или две недели. Или две недели учеба, потом неделя там что-то экзамены. Я не помню. В общем. Мне реально было тяжело совмещать гульки с напряженной учебой. И мы договорились с подругой, что как бы будем на связи. Но выходить я не смогу, скорее всего, на улицу. Потому что я очень сильно готовлюсь к экзаменам. И у меня реально очень напряженная была тогда сессия. Ну очень тяжелая. Очень сильно тяжелая. Много новых предметов. Очень мало часов, уделенных этим предметам от преподавателей. Очень была тяжелая учеба. И я хочу сказать, что мы договорились, что я не буду выходить на улицу в этот период. И ко мне подъехал, подошел мой знакомый. Подарил цветы. Но он общался со мной, он общался с моими родителями. С мамой, с бабушкой. Хотел просто подарить цветы мне и маме. Купил наши любимые цветочки. Там ромашечки такие вот. Я не помню. То ли сентябринки они называются. Такие вот они маленькие. Ромашечки разноцветненькие такие. И значит мне было лично безумно приятно. Мне очень понравились цветочки. Но мы просто с ним прошлись, пообщались. Я человека очень давно не видела. Мы не общались в принципе несколько лет. И я как бы сделала случай исключения. И я решила с ним пообщаться. Мы увидели мою подругу в парке. И видимо она подумала, что я морожусь от нее. А вот с другими людьми я гуляю. Она мне не дала невозможности что-либо объяснить. Даже она просто перестала со мной общаться. И когда наша общая подруга спустя там месяц-два. По-моему спустя месяц. Спустя месяц. Сейчас скажу точно. Спустя месяц, может быть даже две недели. Одна наша общая подруга нас решила помирить. И соврала мне, что ей не с кем выйти погулять. Где я типа нахожусь. Она бы хотела со мной встретиться, погулять. Давайте перейдем в другое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok